Как минимум есть аргументы за то, чтобы оставить эту льготу, потому что, во-первых, нужна стабильность, а бизнес очень любит стабильность и завоевание Пермского края, в том числе и эта льгота, которая очень много лет держится. Во-вторых, есть потенциальный риск, что во времена кризиса люди будут перерегистрироваться или находить способы не платить. Наконец-третьих, наряду с отменой льготы высказываются предложения о заключении инвестиционных контрактов. Может получиться так, что с кем-то заключили, у кого-то параметры инвестиции непонятные. Может получиться так, как предпринимательское сообщество сказало, что все потенциальные деньги, которые могли бы явиться прибыли, будут тут же направляться на инвестиции, но таковыми не будут или какие-то еще будут делаться. Махинации, потому что, в общем, очевидно, что бизнес всегда ищет возможности, как сэкономить. Наконец, то, что бюджет будет наполнен, далеко не факт, потому что расчеты показывают, что суммы, даже потенциальные, даже если будут собраны, первые годы будут крайне незначительными и рискованными. Тем более, на фоне кризиса лучше бы с этим подождать и предложить что-то более взвешенное, чем то, что предлагается сейчас. Наш регион хочет переход сделать плавным и уже сейчас. Ну, здесь тоже вопрос. Как сказал вчера на нашем экономическом комитете бизнес-самбудсмен Вячеслав Историч Белов, любая нагрузка на бизнес – это плохо для бизнеса. В общем-то, мы, как члены комитета, которые отвечают, в том числе за развитие экономики, тоже поддерживаем и согласны с тем, что если это сделать заранее, то никакого толку это не принесет, но только повысит нагрузку на бизнес, которому и так не очень хорошо. Поэтому мне кажется, что если федерация принимает закон по всей стране в 2018 году, лучше так и сделать. Что касается патентов, здесь, в общем, позитивные инновации. Если они все пройдут, то ситуация станет чуть более управляемой и более качественной. Однако надо внимательно смотреть на цену патентов для разных отраслей и разных территорий, потому что некоторым предпринимателям достаточно сложно, и они явно будут уходить в тень. Редактор субтитров А.Семкин